Музыка Очередное второе занятие Я думаю, что после первого занятия смысл того, что мы делаем, становится яснее Я просто хочу напомнить, что у нас работа, как вы видите, что вы читаете, идете вперед И, может быть, даже не пытаясь сразу все понять, но, тем не менее, поскольку вы идете вперед, а мы помним, что истинный начал и истинность подтверждается в решении То есть вам становится все равно понятнее предыдущие И некая перспектива видна А то, ну, вещи без перспективы, ну, это же меряет Потому что думаешь, ну, это когда-то А там все-таки видно, что есть движение вперед И в то же время, так сказать, штудируем то, что мы с вами проходили С тем, чтобы на нашей встрече изложить, да, задать вопросы То есть вот так выделяется То есть то, что мы с вами делаем, это одна из форм Не исключая домашней предоставки, не только к изложению Переходов, которые мы с вами освоили уже и будем осваивать А чтение с тем, чтобы видеть далекую перспективу Вот так все считается Ну и плюс к тому Есть достаточно То есть Интересные источники, где Помимо нас с вами Это делают, ну, во-первых, на фоне рабочей академии Видите тоже Записи кружков Но они дошли уже далеко Они уже там дошли до конца второго тома Нам с вами Ну, правда, я напоминаю, что они стартовали Их-то кружок С 2014-го Это четвертый год Я вас уверяю, что Вот мы, казалось бы, сейчас будем Не очень быстро, не очень быстро, а освоены Это с ускорением Поэтому Тем более, когда нам пример дают Через год, через год, мы тоже Потому что, может быть, это дадим То есть Это можно осваивать Во-вторых, значит Есть Книги, которые Михаил Васильевич Попух издавал Вот сейчас совсем недавно вышла книга Диалектика, путь к истине Это его запись диалогов Меморологический фонд диалогов С Кучковым, знаете, да? То есть А он Значит, это переведен в текст Проактивный, естественно Вот Эта книга выяснена на Сайте Московского отделения Фунда рабочих каденций Вы можете посмотреть Заказать тоже Ну, Харат Сеевич Прекрасными историческими примерами Это тоже Помогает Тоже помогает Ну, если брать Просто как образец применения Диалектического метода Никто нам не запрещает Для более конкретных вещей Посмотреть капитал Потому что это Классическое применение Метода Все-таки, оточню Основанного На дилектическом Потому что в капитале Метод адекватный Политической экономии То есть это Более сложный Более содержательный метод Но он основан На методе Дилектическом В котором есть и люди Поэтому Мы всегда советуем Тоже тем, кто Разнимается Скажем Экономической теорией Капитал обязательно читать Чтобы понять Метод тоже Но Я возвращаюсь к ниселению Что нельзя вполне понять Капитал И методы Его тоже нельзя понять Если мы с вами Не будем Или те, кто хочет Изучать Экономическую теорию Не будут рассматривать Сам дилектический метод Непосредственно Представленный В его кем-то Хорошо Ну это все Присловие того Что мы настроились На изложение Того Что мы с вами Делали Итак Кто возьмется Рассмотреть Бытие И мы посмотрим Что из этого будет Кто возьмется Рассмотреть Бытие Я думаю Что каждый Может попробовать Что значит Рассмотреть А вот Рассмотреть И что Можете Рассмотреть Бытие Вообще Михаил Я себе Выписал Попрос То есть Из предыдущих Занятий То есть Вы определились С тем Что такое С понятием Чистой бытие Чистой бытие Это просто Я есть Бытие Обычное бытие То есть Которое Бытие Не просто чистое А которое Как является Базисом Ничего Тальнейшего Ничто То есть Бытие Переходящее Ничто Это у нас Получается Становление Бытие Равно Ничто Равно Это совсем Это математически Да У нас Это немножко Другая Семь Потому что Без бытия Не может быть Ничто А Ничто Не может Появиться Самому Себе Без бытия Хорошо Михаил Вы даете Коментарий С чем Согласиться С чем Можно Поспорить Уточнить Но я Как попросил Знаете Не совсем Понятного Понятия Становления И Прихождения Хорошо Вот чтобы Понять Становление И Прихождение Все таки Я обращаюсь Начал Надо рассматривать Такое бытие Вот Значит Вы рассматриваете Все Мы рассматриваем Бытие Бытие Что вы о нем Можете сказать Понятно Поскольку Нас было Запрещено Наше Предыдущее Занятие Мы можем Придем К становлению А пока Представьте Что мы Этого Ничего Не знаем Решите С чего Знаете С числой Бытия Что вы Можете Сказать Бытие Бытие База С того С чего Начало С того Что Все Остальное Происходит Сначала Какое Начало Всего Отлично Но это Комментарий Вы даете Совершенно Правильный Комментарий Это Начало Всего Самой Простой Категории Совершенно Верно Я с вами Соглашусь Ну вот Давайте Вы читали Предисловие Вот это Сказывается Я его читал Это Ничего Не знаю Потому что Он Начало Считать Три Четыре Раза Значит Вы Начали С предисловия А там В же Гейли Как Это Есть Предисловие Он Не само Рассмотрение К Тегории Ведения А он Настраивает Что Вы Ожидать Чего Не Ожидать И так Дальше Хорошо Вы Ведение Прочитали Вот Теперь Некоторые Превед Преведовление Вот Теперь Само Бытие Вы Забудьте Что Вы Читали Перед Этим Что Али Можете Сказать Чистым Бытием Обозначение Конечно У нас Слова Это Отражает Понятие Поэтому Слово Это Очень Много Много Так Что Бытие Может Так Ну Давайте Сдвенем Ничего Сейчас Посмотрим Так Это Значит Уже Николай Вступает Николай Больше Ничего Нет Стоп 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 Давайте Так Больше Ничего Нету Или Больше Ничего Не Сказать Сказать Крох Ничего Сказать Ну Так Больше Ничего Сказать Следовательно Следовательно что она весь то же самое то же самое что мы так определяем что есть а есть раз мы есть то она есть какой вывод производные друг от друга вот если брать использовать тот термик который вы применили производные то на самом деле вытие непроизводных ничто ничто производит мы с вами значим быть я пока без примеров первая категория и в этом смысле без предпосылочные и она в этом смысле непроизводные это бытие а ничто весь мостик да то есть ничто мы к ничто мы не можем прийти не рассматривая бытие а бытие мы рассматриваем до всякого ничто вот почему бытие первое так значит можно а чему отличается чистое бытие от обычное бытие это разный термин это один термин в том смысле что это подчеркивает что это самый первый который нечего сказать нечего садятся от нем чисто из этих определений вот почему усиливает чистое бытие вообще первое бытие они говорят не чистые бытие а бытие распитает чистые бытие раньше так он пишет и первое бытие в этом смысле в свою чистые да какой вопрос у вас почему чистое ничто это то же самое что и чистое в ничто в нашем рассмотрении оно представлено, причем не то, что в нашем рассмотрении нам мнится, а мы с вами рассматриваем то, что есть. Так вот, если вы рассказали, что не умеющим сказать о мытье, оно есть то же самое, что ничто, и в вашем рассмотрении ничто. Так что вы можете сказать о том, что в вашем рассмотрении дано? То, что есть. Мы же рассматриваем то, что есть, и вот теперь у вас есть ничто. И мы говорим, раз ничто есть, а как подгонять другая мысль, может быть, и то же самое, что быть и я. Вам же не мнится, вы знаете, никого не мнится, мы знаем его теперь. И дано в рассмотрении объективе, независимо от нас, вам дано или нам. Переход состоялся в бытие в ничто, и мы теперь рассматриваем ничто, которое есть. А вы хотите сказать, что его нет? Можем сказать, что его нет? Ничего себе, мы рассматриваем. Это действие. А то, что есть, это бытие. То же самое, что бытие. И теперь картина какая? Нет ни бытие, а нет ни ничто. А есть бытие, переходящее ничто, да? Да, переходящее ничто. Восстановление. Так, значит, дальше мы рассматриваем то, что есть. Вот в чем прелесть первого тома? То, что есть. В этом прелесть. Все, что мы рассматриваем, первое, что мы можем сказать, что оно есть. Вот во втором томе, если там по-другому было, когда мы делали сферу сущности, сфера посредственная, там всегда будет другая ситуация. Там отрицательность будет, например, по насчастному, непосредственность бытие. Так, что мы можем вот рассматривать в становлении, что мы в нем кстати видим, что мы можем сказать? Что можно различить в основании? Так, Роман, что можно? Два момента. Так, какие? Возникновение, прихождение. Значит, по факту вы правы. Но, как Гегель дает определение? Интересно. Это вот было как в обычном аудитории, особенно в школе. Действительно, запишите. Возникновение, это. У Гегеля совсем не так. Он показывает переход, картину и потом это называет. Давайте. И это не случайно. Потому что иначе может сложиться, что главное, как мы назовем. Как раз назовете, так он поплывет. А тут, на самом деле, мы называем то, что уже получилось новое. Так значит, главное здесь – получить новое. То, чего не было. Но всякий родительский ребенок, конечно, должен идти. Когда мы получили это новое, мы его называем. Так, хорошо. Что он должен получиться? Значит, он должен получиться. Итак, в становлении возле через два момента. Два момента, да. Когда бытие переходит в ничто, это прихождение. Совершенно верно. И когда ничто переходит в бытие, это возникновение. Вот теперь все правильно. Вы видели эти движения? Многое. Именно это название. Потому что если не один название, мы тогда дальше не можем вернуться. Да? Что значит название? У нас зафиксировать ориентацию. Правильно? Это помогает нам фиксировать. Да. Пожалуйста. Переход бытия в ничто и ничто в бытие в становлении, а правильно то не надо? Что значит? Вот оба эти движения – это становление. А прихождение тогда что? Это только один из моментов. То есть прихождение – это бытие в ничто, а возникновение – это ничто в бытие. Да. Один из моментов. Это мы тогда обращаем своими вниманиями в прошлый раз, что обычно люди говорят о чем-нибудь одном. Как говорят. Я тебе расскажу о становлении, и начинают рассказывать о возникновении. А если я хочу представить, знаете, как был дивный. С нами, так сказать, народный, советский, у нас победа к победе ведет. Я так и начинаю. А теперь вот новые времена, значит, я должен сказать, что период переходный. Да. Сначала одно, значит, военный коммунизм, разруха. Потом, значит, ножницы цен, затоваривание, ножницы цен. Я рассказываю историю, да. Потом, значит, забегание вперед с алхозами в окружении от успехов. Потом, провалы в планировании, потому что одно выполнено, другое не выполнено. Потом, я все это рассказываю, нечего. И все это было. Сейчас о чем расскажешь? А как на этаж получить что-то большое? Потому что я цитирую внимание только на прохождение. А есть настояк в том, что оно должно быть пять. Оба момента, которые я отношу к досмотрению. Оба момента. И здесь мы уже получаем некоторые преимущества. Почему? Это не по злобе, что называется. Рассматривают только одно. Ведь они, так сказать, совершенно убежны, что вот так было это. Было. Совершенно есть. Потому что и право было. Потому что в становлении есть два момента. Оба момента есть в становлении. Поэтому было, не спорю. А другой момент тоже есть. Они вообще не знают просто. Не знают определение, что такое становление. Вот какой-то, например, другой момент в вашей работе. Ну, в одном писали, а в другом не писали. В качестве примера провести. Вот, например, в одном писали, а в другом не писали. И в то же время показываешь. Вот есть другая тенденция. Увеличение. Вот я, так сказать, доказываю в нашей новой работе. В 16-м году. Абсолютно точно. И у нас такое даже настроение не должно быть. Что если вы рассказываете только о том, что вот это, но вас точно побьют. Потому что вы не убедите то, что на вашем пути стоит. И вот как это сейчас? Это отражается. Понимание тоже некоторых вещей от каждого. Вот вы хотите эмоционную деятельность. Вы предлагаете самое лучшее решение. И что? И оно вот так и полетел. Нет. Оно обязательно в свете сопротивления. Людей косных. Людей заинтересованных. Потому что кого-то... Консервативно. Консервативно. Даже, опять-таки, вот они... Ну что же, ничего не надо менять. Есть люди, которые говорят, батюшки, да он мне карьеру не хочет разрушить. Потому что он такое предлагает, а я это не предлагаю. Значит, я тут видно, что правильно на этом фоне. И я буду... То есть там много очень мотивов, почему вам будут мешать. Вы говорите, как же я вам хотел хорошее. Ну ты хороший, тут мирируешь. Действительно живешь. Где есть два момента. Ты же не видишь, что второй момент есть. Который будет задевать. Прихождение. Надо сказать, вести это дело. Это вот даже житейское настроение. Все, что вы предлагаете, всегда обязательно в свете сопротивления. Самое лучшее. И в партии. Даже коммунисты. Вот они коммунисты и так далее. Все время спорят. Все время спорят. Все время спорят. То одни, то другие. Казалось бы, уж такой авторитет. И авторитет действительно спорит. А как не спорить? Вот они и полные правы, и во-вторых даже обязаны. Здесь они убежны в том, что... Потому что когда потом они замолчали, да, то это не означало, что, так сказать, не было сопротивления. Оно было только скрытое, закулисное, конспиративное. Оно было. Но оно было. Мы это видим. Потом вклады-то получились. Вдруг откуда-то вы рискали Хрущеву? Что значит откуда? Так эта тенденция к прихождению, она никуда не делась. Она замаскировалась. И то, что раньше носилось на трибуны, поэтому с этим углом боролись, с этим... Что Сталин не исключил? Так как-то... Не могли это, понятно. Даже... Почему? Она поскольку открытие, то... Крыть нечем им больше. Ну, нечем крыть. Ну, тогда все, ребята. Вы убеждены. Чего тогда вас исключат? Они... А вот когда начинается манипуляция, мы говорим, да здравствуй, товарищ Сталин, как Хрущев. Ну, 2015, наверное, на... На, так сказать... В 2004 году. Да здравствуй, товарищ Сталин. Ну, не было больше, прям... Все встают. А что делать, прячут? Да здравствуй. А сам, значит, только что от Роскова ушел. Да? Вот вам такое прихождение. То есть, оно абсолютно... В истории нашей страны очень прослеживается. И в любой истории. Тогда это прихождение прослеживается. Значит, вот... Роман, вы употребили терминный момент. Не элемент. Да? Что вы этим хотели сказать? Это очень точный термин. Что означает момент? Момент. Момент означает, что одно без другого не существует. Совершенно верно. Есть такая, так сказать... Есть такая страна момента. Но даже еще конкретнее можно представить. Момент – это то, что есть, как исчезающие в своем противоположном. Вот такой момент. Есть, как исчезающие... Я здесь присутствую, да? Я выхожу, если я уже превращаюсь в момент. Потому что на момент выхождение я... Я еще здесь. Но уже исчезаю, так сказать, в том помещении. То есть, уже вроде не здесь. Исчезающие в своем противоположном. То есть, это очень тонкая штука. Я вам хочу сказать. Вот, например... Определенное равновесие такое? Я не знаю, но... Поскольку я занимаюсь... Я занимаюсь теорией современной. У меня слово равновесие, оно имеет очень специфическое значение. Ну, нет, это не вызывалось. Да. Я с вами согласен. И момент... Двигающийся. 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 И не искал свою витону, а скорее взял из физики. Совершенно верно. Вот там такое значение прогресса. Поэтому, скажем, вот при социализме. Да. Социализм – товарное производство или нет? То есть, это строй, который есть, строй общественной собственности, производит по праву. Я чуть сбегаю. Не товарное производство. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть тенденции противоположной, которые... Прихождение. В чем она проявляется? Что вот у нас нет никакой частной собственности. Но есть попытки, значит, поставить свои интересы выше общественных. Коллективная собственность. Да. Коллективная собственность. Ну, коллективная – это тоже форма общественной. Тоже форма. Это тебе форма общественной собственности. Значит, вот на уровне предприятия как? Кто такие рвачи? Это что, не дружники, что ли? Или это какие-то капиталисты? Да нет. Это хорошие. Могут дружники и все. Но только дай им побольше заработать. Выгодную работу себе обязательно можно взять. То есть, ему наплевать на всех там туда-сюда. Вот он... Вот свое поднять выше. Да. Или предприятие говорит, ну вот дай-ка я произведу то, за что больше получить. Деньги. Прибыли больше получить. Особенно после тогда, когда реформа на эту процеду хозяйственную в 65-м году. То есть, это реформа антиходящая, имея в виду хозяйство социалистическое. То есть, это блокплистическое предприятие? Нет. То есть, поэтому, скажем, вот эти проявления, значит, в экономике свой интерес особый противоставит общественному, и в этом смысле как, значит, действовать в своих частных интересах, это момент товарности. Поэтому, социализм, это не товарное, я могу сказать в позитивном смысле, непосредственно общественное производство. То есть, непосредственно в общественных интересах должно действовать. Но, с моментом товарности. Значит, момент исчезает, то есть, это дружник, все, и если мы правильно построим, что, ну, хорошо, ты хочешь, я тебе буду примером на свое усилие, да, ты вот, хочешь заработать, давай, ты сделай, то, что нужно для государства, для общества. Очень хорошо сделаешь, мы тебе примером. То есть, поначалу, ну, мы, если не хотели, примерами отрицательно относились, оно уже индивидуальное в том числе. Что же за примером такое-то? Ну, значит, вроде как, да, получается. Так, если мы примером за то, что ты делишь в общественных интересах особенно хорошо, ну, тогда мы подчиняем ваше частное общественное. Да? То есть, момент исчезает свое противоположное, непосредственно общественное. А если мы это как-то не размещаем, тогда начинается обратная картина. Он же объективно присущ к этому моменту всем нам. И тогда мы начинаем все равно искать пути, как мы себя набирали. Но мы уравниваем, и мы тогда с производством потащимся. Мы забродим себя. Да, это же просто нарушение пошло. Поэтому, моменты – это очень точный термин, поэтому не надо говорить «элементы». В таком диептическом моменте это замечательно. Поэтому нет там элементов тоже из товарного хозяйства. Пришли на рынок и колхозы. И там объем, честно говоря, но это же не какой-то способ производствовать. Не ух, а? Элемент, товарного хозяйства. То есть, нечто такое вот небольшое. Итак, два момента. Дальше. Что можно сказать? Вот рассмотрим момент. Есть священно-вене-бытие, а ничто-вене, а ничто-бытие. И вот теперь, на самой сложной ситуации. Это будет бесконечно. Тогда мы с вами, я честно говорю, что должны пожать друг друга и все. То есть, мы познали все истину. Или что-то другого делали. Или разойтись. Итак, в бытие исчезает ничто, а ничто исчезает в бытие. Значит, есть… Можно так представить это, что и в бытие исчезает, и ничто исчезает. Это же правильно. А когда в бытие исчезает ничто. Бытие-то исчезает? Отразим, Маме, да? Да. Ну, простой пример, побольше примеров простых вот этот человек родился из ничто. Из ничто,да? Из ничто,да? Из ничто. Из ничто,да? Из담кновение, приходящего бытие. Соответственно ей происходит становление, однако он живет 5 разрывается и одновременно умирает. Получается приходение, где бытие. Самый простой например – это при нем сто . Это самый самый доступный пример, очень глубокий пример, потому что это час рождения и час смерти, это очень интимистично, на самом деле, потому что когда начинаешь с возраста, ты родился, это же самый первый момент, что ты успокойся, это нормально, мы с вами в чем еще получим утверждение, когда мы идем на бесконечность, в чем стоит бесконечность человеческого рода, не в том, что конечный человек живет, а в том, что это сам процесс живет, мы тоже не на мысль переданного у кого-то, когда-то и мы усудим, народ человеческий будет, в этом будет бесконечность, позитивное отношение. Так, ну давайте начнем с моментами. То есть исчезает ничто, то есть исчезает и ничто исчезает. Да, и становление исчезает. Почему? Так, так, вот это правильно, но это некоторый результат, а вот переход в веры. Итак, почему же исчезает становление? Давайте вспомним, что такое, благодаря чему есть становление. Мы сказали, становление это переход в бытие в ничто и ничто в бытие. То есть оно есть благодаря разнице. Да, исчезает разница и исчезает становление. Раз. Итак, становление есть благодаря разности или разнице между бытием и ничто. Но становление, в нем самом, мы видим, что бытие исчезает ничто, а ничто исчезает, значит исчезает и бытие ничто. Так значит исчезает разница между ними. А если исчезает разница между ними, исчезает и становление. И вот здесь важно забраться, что же именно исчезает. Исчезает беспокойное единство бытия и ничто. Вот если исчезает беспокойное единство бытия и ничто, то что остается? Что-нибудь остается? Спокойствие. Так, спокойно. Значит тогда получается остается то, что имеет форму простую. Там было и бытие и ничто, а здесь простой результат. Только одно, что бытие. Потому что результат снятия восстановления есть, это бытие. Как мы говорим, простое бытие. Что значит простой? А значит второго там уже нет, нет, этого никакого ничто. Второго, просто бытие есть. То есть результат снятия простой бытие. Это неправильно спокойно, потому что беспокойное единство исчезает, спокойнее. То есть поэтому как назовем такое ничто, как бытие, как результат снятия восстановления? Ну, наличное. То есть то, что никуда не бежит, присутствует. А в невестном это прямо так обозначается. Да, займ. Да, это знаете как, даже в русском это утвердить. Здесь присутствует. Да, наличное бытие. Наличное бытие. Вот, собственно, что мы с вами рассмотрели в прошлый раз. Ну, это естественно. Что теперь будем делать? Вот, Михаил, вопрос к вам. Что теперь будем делать? Вот у нас наличное бытие. Что делать? Какие предложения? И что мы... Слушай, для меня, вот даже, вот, узнавалось для понимания. Ничего страшного. Я хочу сказать, что вы рассматриваете, мы же обсуждаем, поэтому вы слышите, вы думаете, вы говорите, ну и понимаем. Это, думаете, так просто? Как для кого это просто? Вот это все, все проходили вообще через это. Через читацию, либо дурак, где-либо, я дурак. Проходили все, начинали. Абсолютно. И я тоже так и чувствовал. Как же так? Отличный, кучевый, все. Тихо. Что это такое? Вот это... Что это за абстрактная категория? Острейшее противоречие, оно как разрешается? Начинаешь вчитываться, начинаешь ходить, говоришь с дни, которые продвинулись. И начинаешь понимать, и вот так подтверждаешь все это движение тоже. Это нормально. Вот такое напряжение, оно помогает. Вот, если не будет такого напряжения, ты говоришь, что вы так... Я сейчас все понимаю, ну что тогда читать? Это не стоит моих трудов. То, что не стоит трудов, это же не вершина. Это холмик. Мы только с холмиками имеем дело. Почитайте, посмотрел. Сейчас студенты, они что-то там не читают. Потому что, на самом деле, какие-то учебники читать, они такие поверхностные. Да как-то даже не вдохновляют. Серьезных людей. А что ты говоришь, ну? А когда ты серьезный и тут думаешь, ничего себе, уже как-то азар, думаешь, такая вершина. Неужели, когда не доходит? Ну кто-то доходит? Доходит. Не дойдем, значит, этим дадим. Так. Николай, ваши действия. Что я лично говорю, я книгу я не читал, поэтому прокомментировать сложновато. То есть, что именно делать теперь? Ну, конечно. Что сложновато-то? А что вы делали с бытией? Рассматривали. Рассматривали. Вот сложности. Вот что мы увидим, это еще вопрос. Что вы сумеете рассматривать? А уж рассматривали, то есть? Рассматривать понятно. Так. Рассматривать бытие. Наличное бытие. Итак, вот результат как снятие. Да. Значит, я говорю, бытие, наличное бытие, это есть бытие как снятие становления. Что такое снятие? Чтобы у Гегли эти моменты использоваться и снять. Давайте тоже на это обратим внимание. Что такое снятие? Как понимаете, темно? Снятие разницы. Снимать можно все, что угодно. Снимать. Ну, там будет разница между категориями. Снятие категории. Значит, снятие трактуется как отрицание содержания. Да. Черт, я немножко замучил прямо. Слышишь? Нет. Это мелок. Да? Я беру. Это кусок мела? Или нет? Не кусок мела. Не кусок мела. Что-то есть. Это, можно сказать, мелок как снятый. Кусок мела как снятый. Отрицание содержание. То есть не просто отбрасывание, снятие. То есть мы, если бы, так сказать, понимали, Гегли об этом говорится, если бы снятие становления понимали как просто отбрасывание, ну, тогда куда бы то собросьла судьба? Опять к бытию. И мы тогда в этом бесконечном порочном вроде вращались бы. Нет. И снятие от отрицания с удержанием. То есть включение могу ли так. Так. Значит, наличное бытие, это бытие как снятое. А если это... Попробуем все посыграть. Потом, хотя вы не читали, да? Нам-то легче, мы читали. Но я не знаю, а что вам помешало, да? Никаких генет? Нет, есть. Есть просто... Нет, вы рекомендовали, что первоначально, нас, естественно, как бы пытался понять именно без чтения книги. Ну, если я так, так сказать, выразился, я был неправ. Ага. То есть мы не читаем, мы вводим текст, наоборот, хочу сказать. Само собой. Ну, поймем мы в процессе обсуждения. Вот, что я хотел сказать. Без обсуждений не схватишь. Нет, конечно. Итак, наличное бытие. Значит, это бытие как снятие становления. Значит, снятие это висание и содержание. Вот перед нами все имеет вид наличное бытие. Это... А если мы говорим о снятом становлении, что еще, значит, там должно быть? В становлении что ведь есть еще? Не стоит становление... Да, 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 да. Чего, куда было? Ну, и в утие... Ничто, и ничто в утие. Значит, там еще что было, значит, там было ничто. Раз мы снимаем становление, ничто, что только отбрасывается, только отрицается, и она еще снимается, удерживается. Значит, в нашем наличном бытие есть и что. Совершенно... Давайте я с вами угли, говорю, то, что осталось от ничто. То, что отличается от бытия. Ну, как мы обозначим то, что чьи есть, ничто? Не бытие. Тут уже там не ничто. Не ничто там, и все, проехал не ничто. Вы правы, что это берет начало от ничто. Не само ничто. Поэтому тут наличное бытие, то есть есть то, что отличается от бытия. И давайте от отличия вы их... Отвисательным образом выводим. Нет, нет, это не бытие. И как же это не бытие находится в наличном бытии? То есть оно самостоятельное или нет? Помните, наличное бытие все имеет форму простоты, то есть форму бытия. Значит, где тогда у нас это не бытие находится? То есть все имеет форму бытия. По бытие находится? Да, в бытие. А вот по-другому, можете представить? Все имеет форму бытия, но мы знаем, что есть некоторый момент, но есть некоторый момент не бытия, который берет начало от ничто, и они убьют. То, как это поможет быть ей. И тогда мы должны, вот сказать, отредить это некоторое не бытие, поближе рассмотреть. Значит, не бытие. Принятое бытие. Так, что конкретное целое имеет форму бытия. Вот это то, что мы и видели. Мы видели все, и имеет форму бытия. И в то же время, в результате снятия с нами есть еще один момент, берет начало от ничто, которое есть отличное от бытия, поэтому не бытие, а все имеет форму бытия. Мы фиксируем, описывая это не бытие. Не бытие. Тринятое бытие. Так что конкретный целый имеет форму бытия. Как это за это? Определенность. Определенность. Совершенно верно. Удачный термин. А-при-де-лён-ность. Интересный такой термин. То есть, определенность, она всегда есть в бытии. Дальше бытия. Определенность. Вот мы нашли до определенности. Скажем, умный человек. Лишь собрались умные люди, и, так сказать, и обознательные люди. Это ваша определенность, между прочим. Я все знаю. Богу она, всегда ли. С детства, говорю, буду обознательно. Я смотрел. Что вы можете сказать о себе? Что значит о себе рассказать? Какую-то определенность своего назвать. Аж вас-то видят в ваше бытие. Если бы рассказать то, что вы видят, так что тогда вы спрашиваете? Все видно. Нет, хотят узнать то, что за этим бытием скрывается. Расскажите о себе. И начинается. Не субъективная определенность, что один человек один определяет по одному, а другому. Ну, мы о себе когда... Ну, я имею в виду, вот вы думаете так, другой человек скажет так. О себе. Возможно. Нет, даже о другом человеке. Ну, хорошо. Ну, помните, как это. Это я с вами согласен. Сказать можно по-разному. Но по делам их узнают их. Все равно определенный соблективный присущий опять. Хотеть ли искать, не хотеть, и все равно вас узнают. Другими словами сказать, но смысл будет тоже будет. Да, это совершенно верно. Совершенно верно. Так. На определенность. Все помнят, что определенность – это не бытие, а принятое бытие, так что конкретный село имеет форму бытия. То есть это мы все раскапываем бытие наличное. Мы его раскапываем. И теперь у нас единственное, что остается уход, мысль какую? Рассмотреть на определенность саму по себе. Так? И залили лобом. И больше ничего не осталось сделать. Потому что помните, откуда мы… Да, мы дали определение, но это мы подчеркивали, что не бытие, а принятое бытие. От наличного бытия ошибся. А теперь мы должны рассмотреть определенность саму по себе. Это единственное, что нам осталось. Согласны с этим движением? Ну, шаг от кругом. Ну, конечно, это уже порадует. Раз мы такое сделали движение, мысль прошла, значит, мы некоторую новую картину получили. Мы должны сфиксировать на определенность, взятую само по себе, как изолированную, это качество. То есть, что я из этого следують? Поскольку переход очень короткий, дистанция очень близкой, то есть, очень близкие категории. Но, тем не менее, вот, чем Дея Георгий Васильевич, то он ничего не придумать, не накручивая, из ничего, да, в этом столе есть. То есть, он отражает то, что фиксируется и в жизни мыши. Ну, например, я могу сказать, здесь значит, отравились умные люди, а могу сказать по-другому. Значит, отличительные черта, этих идей, есть разница. Умный человек или умный человек, я вас в целом рассматриваю, он и человек, ну, он и человек. А теперь я хочу сказать, вот ум ваш, я особенно заинтересовал, я хочу, я простоюю сделаю, я от всего остального отвлекаюсь, что вы там, мужчина, такого-то возраста, такой-то, меня только интересует ваш ум. То есть, я изолирую эту определенность и рассматриваю ее, и она тем самым рассматривается как качество. Пойду? Да? Качество можно рассматривать то есть, отдельно, то есть, человека выделить. У человека столько, определенностей, ой, это же мы не вообще определенность рассматриваем, когда о человеке речь идет. Бесконечно много определенностей. Поэтому качество бесконечно много. Такой конкретный. Так, Илья, вот как? Вот на нём ловили впечатление? Ну, честно, я тут не дочитал. Я боролся... Больше примеров жизни. Я тоже боролся с уведением. Это хорошо, это вот хорошо. Это в каком смысле полезно? Привыкли, так сказать, вот к терминологии, привыкли, значит, к способу изложения мысли. Он же не одним там, сказать, суждением. Это есть, роза есть красная, да? Роза красна. Вот там у него по чему-то заключению пишут, он целый. Это есть, это есть, но следует, это вот. То есть к этому языку просто еще привыкли к этому языку даже. Поэтому мы привыкли к языку замечательно. Хорошо. Ничего страшного. Значит, поэтому я вот привел пример, да? Какие еще могут привести примеры? Пример качества, да? Да, качества. Ну, например, значит, вот капитализм, согласно марксистскому представлению, это эксплуататорский строй. Эксплуататорский это его пределенности. Потому что я рассматриваю строй и то, что в нем есть. Да? А вот если хотите, я сейчас рассмотрю капиталистическую эксплуатацию. Я здесь сам по себе тогда начну рассматривать. Все знают, как трактуется капиталистическая эксплуатация в капитале? Нет? Пожалуйста. Если есть товар, это особый. Рабочная сила называется. Да? Значит, а у рабочей силы, как всякого товара, есть две стороны. Одна страна это ее полезность. и потребительная стоимость. То есть, чем работник, то, чем работник полезен капиталисту. Для чего он делает? Так вот, эта полезность состоит в том, рабочий способен создавать стоимость. Итак, скажем, за один час рабочие создают 1 рубль стоимости. Так, это одна страна. А вторая страна, как у всякого товара, рабочую силу, это ее собственная стоимость. Это то, что необходимо для жизни, работы, для его семьи. Сколько стоит рабочая сила? Сколько стоит? Давайте, предположим, что стоит она 4 рубля. дали 4 рубля. длинная стоимость рабочей силы. Я беру совершенно условный пример. Хотя, мой первый отлад, ассистентский, я начинал в 85-м году, был 120 рублей. То есть, расчетчик на день этого 4 рубля. То есть, когда-то это стоимость рабочей силы. Хорошо. Итак, значит, я предприниматель, я хочу нанести рабочую, которой мне создается стоимость новых. Сколько я ему плачу? Столько, сколько стоит? 4 рубля. А сколько будет у меня мой рабочий работать? Хорошо, вы сразу понимаете. Смысл это качество. Итак, работает он 8 часов, зарабатывает, создает стоимость. 8. А заплатил? Я ничего не могу. ведь вам нужно для жизни 4 рубля. Я условно говорю. Хотите, условно. и вот то, что остается, остается предприниматель. То, что Маркс называл прибавочная стоимость. То есть, стоимость, сверхстоимость рабочей силы. Вот в чем стоит эксплуатация. Как качество этого струя. понимаете, понимаете, если уж чуть вдаваться в экономическую сторону дела, она нам не близка. У нас, наши сегодня предприниматели, они где-то по невозможности, где-то, так сказать, пользуясь слабостью другой стороны, платят ниже стоимости. Хотя, их тоже можно понять. Они покупатели рабочей силы. всякий покупатель хочет купить товар дешевле. А продавец должен, если продавец сам дает сбить цену своей рабочей силы, но тогда я даже не меняю покупателя. А что надо до сотни делать? Он преследует свой экономический бизнес. Торгуйтесь, учись, договори. Значит, если у вас покупатель один, а у вас много, тогда, конечно, вы оказываетесь не в этом положении. Тогда организуйтесь, продавцы рабочей силы, станьте крупным покупателем. Вот такая САС для продажи рабочей силы называется профсоюз. И там, где профсоюз сильный, тогда, значит, будет зарплата для искать стоимость рабочей силы. Но это не отменяет вот это. Ну, хорошо. Значит, это вот что такое качество. Значит, есть еще. Давайте вот вернемся к определенности. Сразу качество пришло, определенность тоже интересно. Итак, помню, что определенность это нибудье принято предел, что конкретная цена ветхого бытия. Вот что является, скажем, определенностью вот, скажем, социализма. Вот в нашей стране был социализм, первую фазу государства строили в 17-м году политически, значит, в 35-м году построенную основе. Что является его определенностью? из чего возникает социализм? Из капитализма. Значит, что является определенностью? Небытие социализма, что? Небытие социализма, капитализма. Как снятый? Совершенно верно. Вращается. Снятый капитализм. А что значит снятый? Это, во-первых, капитализм современный, да, которые уже на своей основе развиваются. Это машинная индустрия, крупные предприятия, господство крупных предприятий, общественный характер производства. То есть там никто не может сказать, что это произвел я. Можете кто-нибудь сказать, что один человек это произвел? Значит, начнете расписывать, это как Пусин пришел в недумение, говорит, я хотел наградить кого-то из тех, кто значит, создал чудо военной техники, а мне приносят коллективы. Так это же значит десятки тысяч людей как минимум. На самом деле это же от металла идет, а от металла это кок, и я вам конца не будет. Это все, на самом деле, в современном производстве мы все завязаны, поэтому заражать надо всех труженьков. Можно такое общение? Это что? Это было там, заводом присваивались? Конечно. Ну, это уже было финансово. Я хочу сказать, что это же пришло от капитализма, чем отличался наш капитализм? В общем, концентрированный промышленный производство. Очень крупные промышленные предприятия, по много тысяч людей. И в этом смысле было отличие. У нас было страшное огромное сельское население, составы, товарное производство было мало, промышленное. Но промышленность была по-новому организована, концентрирована. И это было удержано, конечно, сохранено, снято. Потому что, а в чем снятие стоит? Значит, вот, по определению Ленина, значит, государственное, капиталистическое монополие обращается, что такое социализм? Социализм это государственное, капиталистическое монополие, обращение на пользу всего народа, и поскольку переставшее быть капиталистическое. Вот вам, снятие. Поэтому у нас там были тресты продамет, продуман, и что сделали после Ленина? Опять продамет, ну, другие названия, продрезина, там так далее, трест резины, это всех, всех обменяли от ворона. То есть, всю эту синдеканскую систему, которая сложилась еще в царское время, ее сохранили, восстановили, потому что это и было основным для последних социализм. Но в капитализме что, только вот это было основным? Или что-то еще? Вот то, что мы с вами взяли, да? Поэтому такое, так сказать, капитализм же поставить товаром производство, когда рабочие силы становятся товаром, распространствуют частный интерес. И вот, вот это, так сказать, рабочих было такое, что-ли? Взять, а то, что побольше, дать ему поменьше. Насовестическое предприятие, конечно, было. Страшное дело, вышли, скептовизм, вышли, это сохранялось. Я думаю, ничего себе, как же так, вот такой, что вы хотите, он вышел, скептовизм, и поэтому несет, как это говорили, классики, во всех отношениях, экономическом, умственном, нравственном, отпечаток, старого, стрелок. Вот это и есть первая фаза коммунизма. То есть, это коммунизм, на первую панель. Что значит первая фаза? Это что, он очень развитый, не развитый? Скажем, яблоко зеленое. Вкусное, нет? Не особенное. Ну, что вы хотите, не дозрела, как бы успел, и зато, как бы, прелесть. Но это яблоко срубили. Яблоко зеленое. То есть, вот что такое. Хорошо, теперь давайте, так вот, значит, в 90-е годы завершился, в 90-м годах завершился переход к капитализму. Сейчас, никто не сомневает, что капитализм в России. Что является, так сказать, определенностью современного капитализма российского? Что? Снятый. Какой? Как снятый. Как снятый. Совершенно верно. Поэтому есть вещи совершенно не объяснимы с точки зрения нормального капитализма. Ну, например, в 90-е годы люди работали, так сказать, не получали зарплаты годами. Вот, Владимир Михайлович Кудрявцев, ну и Крамаша, и за должность по зарплате там находила до двух лет. Как вообще? Чего это? Как это? Чего? Как? А почему же они так работали? Саша, как же так? Да как же это предприятие наше, трудно, как же я сейчас уйду? Какое это наше, кто же это там? А чего хотеть от наших людей? Это же они из коммунизма вышли, где-то для коммунистической отношения трудно для мы. Это было, оно было у многих людей, хотя и момент такого себя взять тоже сохранялся. То есть, это противоречие проходило через каждого человека. Ну, коммунистическое отношение было же. Вот оно и проявилось. И поэтому кто-то уходил, говорит, я пойду туда. А другие, вот кого это начало было сильнее, говорят, куда я пойду? Значит, все рухнет? Нет, я не пойду. Я лучше так, я пойду, буду там выступать и так далее. и вот эти самые крепкие люди спасли эти заводы. Наши заводы, которые уже не наши стали, приватизированные, там раз, что только не делали. И спасли заводы, буквально в смысле, скажем, а был Дмитрий Васильевич и Гошин, выставщик завода Красный Сон. Вот в Миндукезе приехал. И чего только там они хотели. Значит, он выводил там людей на митинге, говорил, что делать, требовал, губки включаешь, что они. Ну, побоялся. Миндукезе, а что он хотел сделать? Ну, хотел сделать, из этого складывают. Очень здорово. Завод остался. Пошли. Ну, в Миндукезе тоже почти сделали складывают. Да. Почти сделали. То есть, вот где-то так, где-то, 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 но это совершенно не объяснимо. С точки зрения нормального католизма, что ли, говорили, это наш завод, работали бесплатно. Можете представить, где-то на Франции говорят, ну, во Франции, чуешь что, они сразу бастуют. И в этом их сила, потому что они адекватные для этого торга. А наши люди, так сказать, вышли из другого строя. Он как снят, у них сидит. Вот, то поколение. Сейчас уже нормально. То есть, они вышли, говорят, так что я буду без денег работать? Сейчас студенты говорят, да что, это так, и тоже правильно. И говорят, да вы ничего не умеете. Они говорят, вы ничего не умеете, да, но тогда вы занимаетесь где-то рождение. Большие, которые умеют. Потому что, стоимость рабочей силы, она должна включать в стоимость жизни средств детей. То есть, если приходит молодой человек, говорит, у тебя опыта нет, зарплата выполняет в первую роль, это воспроизводственную. Воспроизвести тебя и детей, новое поколение, работников. А вы хотите, ты должен научиться. Когда я научусь уже, я только тогда детей от меня не ждите. А если вы уже научились, у вас зарплата хорошая, ну тогда вы рожаете детей, 50-летние, 60-70-летние. Поэтому, совершенно нормальный притязь, как он еще ничего не имеет и зарплаты? У нас какие зарплаты? Мы уже как-то вернулись. То есть, это понятное имение. И в каком-то вполне обоснованное. Вот они еще ничего, а что они должны проникнуться, сказать, это мое предприятие, я буду. Пытаюсь это воспитать корпоративную этику, кодексы, собирая речевочки. А он все знает. Миссии. Что я приехал, значит, на метро, тут нашел пешочек, а тут привезли на Мерседесе миллионов за 9. Ну что это? И мы все одна семья. Семья разная. Какие-то положения у нас серьезно отличаются. Чувствуете? Или как мне тоже? Все, все. Ну, что правда, такие вещи сделаны? Я говорю, сделаны, может быть, железки, а людям-то ничего. Ну, так что, в советское время тоже мы до этого держались? Ну, в советское время мы все более-менее равны. А сейчас, значит, кто-то отказывается, да, от чего-то, чтобы в пользу создать это оружие. Какие средства? А кто-то, значит, ну, какая-то ситуация. то есть, вот что такое определенность. И вот, нам тогда понятно, с чем мы имеем дело. Ну, от этого уже, от этого уже, производного отсутствия, предпринимательской жилки, я буду искать, я буду что-то там заваривать, потому что, предпринимательская, что значит, я хочу, сказать, все это заварить, чтобы получить деньги для себя, прибыль. Ну, а если люди жили, вот, не что я хочу получить, а что я там в стране, особенно, ну, так сложилось войну, неужели, как я думаю, что я получил за этот снаряд, который я вытащил? Ну, что ты получишь? Тебе даже деньги давно, только ты не купишь ничего. Поговори с этим, сашим, а что можно накупить? Ну, что ты получишь? Ты получишь то, что вот этим снарядом, значит, в работах их накроют, приспособят тебя, и так далее, и всю страну. И эта, прайкция пошла. И дальше так же, там уже были определенные экономические блага, которые восширили, то есть там возрыв был. Конечно. Порыв, вернее, разрыв между тем, что было, конечно, и тем, что стало. Я понимаю, что защищали, конечно, все это, все это достигнуто. Сейчас защищать, наверное, сложно было доставить. Не сложно, потому что, так сказать, тоже, попали в такое положение, что не защитишь, просто раздает уничтожность, страны. Вот сейчас получается, так сказать, будущие страны не надо защитить тоже, потому что мы, мы сейчас сразу перескочили к современному реализму, который совершенно не должен. Очень, скажем, что. Поэтому сейчас тоже есть, что защищать. Он защищает то прошлое, да, а прошлое, оно, поскольку, когда определенный сидит, то оно дает, так сказать, перспективу. Это понятно, и тысячелетняя история тоже, просто, ну как-то, непонятно же, это раньше пришли, ушли, туда-сюда, сейчас раздирают, наше растапливают государственность, и народы, что с ираками, и так далее. Поэтому, есть, что защищать, и будут ли защищать. Хотя, я с вами согласен, что защищать, они тоже говорят, ничего себе, не значит защищаем, а эти миллиарды получают. То есть, этот конфликт никуда не девается. Видимо, когда они тоже разрешились. То есть, вот какой интересный у нас капитализм, благодаря тому, что его определенность является снятым социализмом. И не так, как второму, как капитализм, но, ну, с рубежом тоже есть, конечно, но в меньшей степени. Меньше степени. Меньше степени. Там снятие свое. Снятие свое. У них меньше была история. Скажем, если в Польшу брать, так там, они с перехода к периоду не вышли. Я, например, в 89-м году уехал, я впервые увидел, батюшки на него, поднятри церина. Что означает? Я этот поезд, через Польшу. Значит, вот эти, я не знаю, такие вот воскутные поляночки, у каждой своя полоска, чем спасение. И, значит, идет польский свободный крестьянин, некий товаропроизводитель за свои лошадки из клуба. Я только считал, это уже у этого. Ну, я понимаю, у нас тоже по сути, сейчас, как-то, можно что-то сделать. Ну, и то, это такая, а там, это вот все. То есть, у них просто был переходный период в деревне, поставался, значит, и на китоварную платить, а он рождал капиталист. Капиталист. Да? Это, поэтому, неудивительно, что там брондируют. В Венгрии, ну, в Венгрии, поскольку они с фашистами были вместе, там, да я, это тоже на них отложилось. Представляете себе, кого поддерживают в войну? Поэтому их 56-й год неудивительно, но в Германии, само собой, и там тоже они крутились. И в Румынии тоже фашистов повывало. Потом они перешли на нашу строгу, в конце уже войны, и мы стали, ну, начинаем, говорят, а чем будем еще богатым жевать? Дорожную победу, вообще-то. это постоянно такое движение между капитализмом и социализмом. То есть у них у них расписываются одни были куда слабее. Поэтому у них они легче вытащились, и само государство было достаточно условно. То есть оно государство или же тоже верно. А тоже позволяется тому, то есть у них. Совершенно верно. Россия у нас предстоятельная женщина такая, кто-то вторая. У нас определенность я бы сказал более определенная. Ну, хорошо. это вот с вами такими понятными перевернем. То есть это тоже нам помогает сориентироваться и объяснить вот такую особенность России. А проявление не может. А что это значит все граждане ждут от государства? От кого тогда же? Опять советские люди скажут, вот на общий благо. Что значит общий благо? Значит, а государство это вот выразить интерес у всех. Я на общий благо то вру, значит, не знаю. А общий благо, значит, и на ее тоже. Моим интересом тоже был почтенен. Я этого же даю, к этому привык. Почему хотите? Нет, надо, значит, этого не ждать. Ну, мы можем входить уже от этого свободно. Нет, но многие говорят, что, чтобы различные называются российский социализм, нужно усилить капитализм. Понятно, да, почему. А что и усилить? Да, усилить его составляющим организационным, усилить его монополию, капитализм, да. Чтобы люди, в принципе, все сами поняли, как это было. Нет, вот это у меня выдело, что усилить материальные предпосылки, да. материальные предпосылки. Ну, и усилить, конечно, вот ту борьбу за свои интересы. Потому что она просто необходима. Начинаем с этой экономической борьбы, конечно, если будете давать себя оперативу, может, мы к этому тоже вернулись, у нас что это низкое заработное плако. Во-первых, вы сами херенщи, работники. Ни тени учите. Там дальше начинается целый букет всего. Ваши дети не доели, если ваши дети не доели, белковое голодание, это значит букет болезней, в зрелом возрасте, умственное, задержка умственного развития и рождение и смерть. Если у нас 20 миллионов по самым сторонам подсчетам бедных, так это бедность с детьми. Что значит бедность? Это решение всего жизни необходимого. Значит, нас не доедают миллионы детей. И чего это такое? То есть это и мы будем верить несколько заработных плаканий. Это стоит. Просто мы патриотичные обскалки по большому счету. это угроза будущего России. Угроза. Это первое. Второе, значит, если у вас такая несказанная плака, для кого производить? Начинается с одной с другой. Для кого производить? Что будем производить? Спросами. Кто покупать будет? Кто покупать это будет? То есть это усилить. Действие, которое адекватно к аплитической обстановке. Торгуйте своей рабочей силой на смерть. На смерть, потому что вопрос идет о жизни смерть не только вашей. Давайте напомним. Если у нас патриотизм сидит в печок, социализм, как снятый, это стране нужно. Вы что с вами не хотите? Но если ваши дети будут голодные и так далее, они умрут раньше, кто будет тогда страну развивать, принимать, защищать? Для страны надо, чтобы вы боролись заплату. А не заплату. Вот как-то так. Здесь уж у нас особо славы людей. Потому что это действительно просто неправильно. Так, качество мы с вами рассмотрели. Что такое качество? Напомните, что такое качество? Качество это изолированная определенность. Определенность как изолированная. Видите, как интересно. Определенность как изолированная. Изолированная определенность. Просто куда-то его могут. Посматриваем а здесь как изолированная. Хорошо. Значит, вот рассматриваем качество и что мне можно сказать. Значит, мы качество с вами откуда вытащили? Из определенной. Нет. Мы определенной вытащили изновеченного бытия. Значит, качество конечно изновеченного бытия. Значит, О нем можно сказать, что оно есть. В качестве взятой стороны бытия мы должны, это название, это реальность. Но наличие небытия, это только бытие, о нем уже есть что? Небытие. Да, у него есть небытие, некоторая отрицательность. И вот качество взятой стороны вот этой, этого небытия, можно забыть об этом, это на отрицание. Видимо, смотрите, да, потому что само наличие небытие указывает на масштаб. На односторонности, в отличие от рассмотрения качества, только как бытие. Потому что не нужно, теперь небытие не должно сделать. Поэтому само качество, распадаясь ему, значит, в реальность и отрицание. Ну, как мы с вами уже на прошлом занятии говорили, что все можно рассматривать вот через такой признак. Всякое качество, например, в результате, через них. Большей степени, точной или меньшей степени, красной или не зеленой там. Можно найти прям некоторые предположения, умный, дурак, красивый, неуродливый. Да. Глупый, неумный. И опять, если человек делает глупость, мы говорили с вами, что вы хотите почекнуть. Ты поступил неумно. Это очень по отношению к ребенку хорошо. Потому что если глупый, то есть прям как реальность этого была. Но это не очень перегонично. Утверждение. Утверждение. Ты закрепил. Ну что ты глупый поступаешь? Это очень резко. Резко, грубо. Поэтому, если вы хотите поддержать и в то же время и покритиковать. Ты поступил неумно. А вам тогда легче дай шипать. Умный человек, он туда-сюда. А я сейчас сказал, ты поступил глупо, и как ты умный человек? Откуда выскочил ты умный человек? Да поступил умно. Умный человек. То есть ты поставил в ряд человека, с которым так практиковался этим умным. И тем самым поддержал. То есть это очень важно. Да. С, социализм, есть, чем уничтожение классов. Поэтому я могу сказать, что социализм, есть к стройer, agora, который исключает политет общественных интересов. Уволшив steeds. Социализм как реальность, и социализм как официальный. Социализм есть уничтожение классов. И как ты, уничтожение классов, оно конечно мобилизует, но, думаешь тоже всё нищущий. Социализм, получается как возникновение классов. Ну, по крайней мере. Класс в общество, да, класс. Класс в общество, высший фронт класс в общество, абсолютно точно. Но если мы хотим вдохновить людей, то это, конечно, я зову себя на борьбу. Это хорошо, что я зову себя на борьбу. Все время хочется знать, а за что? За обеспечение полного благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества. Е-мое, думаешь, как же я не там еще? Не хочется бы за это побороться. Я зову на уничтожение классов. Ну, как ты думаешь, где-то проходили, это уже. Чего тут, как-то на уничтожение не отвечает за что. То есть, где-то надо позитивно выбрать. Если вы зовете людей, то, наверное, позитивно тоже. Помните, как наши, вот мы сегодня вспомнили патриотические правила, на войну? Как ходили вот так? За Родину и за Сталину. За Родину и за Сталину. Против фашистского гада тоже, конечно. Где убей его, там убей его. Это было. Но людей принимали за Родину. И за Сталину, за реальность. Положительность. Вот это и, соответственно, противоположные страны тоже воюют. Конечно. За демократию. Да, да, да. За демократию, за, скажите, за сверхчеловечество. Они воевали за Великую Германию. Великая Германия, а сначала они подвели фундамент, что это самые так и разные, и все остальные нечеловеки, а нечеловеки. Ну, если нечеловеки, значит, естественно, надо их подвинуть. И утвердить сверхчеловека. Поэтому за Великую Германию. Они тоже за Великую Германию. А у меня вопрос. Да. А Китай сейчас, он какой социализм строит? С китайской спецификой не такой или? Какой? Ну, вот национальный именно. Вот что-то напоминает. А вы что хотите? Чтобы бывал социализм без специфики? Нет, именно меня интересует китайская специфика. Какая она вот? Нет, а специфики это бесконечно множество, специфическое. Ведь в науке, если заниматься особенным, в частности, мы в науке ищем закон. Закон это устойчивое и спокойное явление. То есть какое явление возьми, вот там устойчивый закон. Такая птическая спектра есть устойчивая и закономерная. Есть там пиктатура рабочего класса? Есть. Есть коммунистическая партия. Мы не понимаем, что это партия рабочего класса. Прямо так миллиардеры, вот эта партия миллиардеров. Они хотят иметь именно коммунистическую партию, да, опираясь там. Ну, конечно. Терпят. Думают, что когда-нибудь она сломится. И тоже так далее. Да, государственный сектор мощный есть. Есть. Что тут специфического? Переходный период. У них больше того еще есть предприятия, сданные в концессии государственные. У нас в концессии не получили развитие, а у них есть такое. Больше, в большей степени. Поэтому... А упрекать их за то, что они говорят с китайским лицом... За что упрекать? Ради можно это? Чему это противостоит? В свое время советские насаждали там и так далее. Делайте, как у нас. А что делать, как у нас? Главное, то, что уже имеет скономерный характер, делайте, как у нас. Я вам хочу сказать одну печальную вещь. Когда появился социалистический лагерь, у нас были очень большие утраты. Что затрагивает историю. Значит, что такое советская власть? Это власть, формируемая трудовыми коллективами. Не просто трудовыми, а тогда трудовыми и производственными коллективами. Производственными коллективами. Знаете, как, да? Выбирали депутатов по кругам, как сейчас, ничего подобного. Вместо работы. Вместо работы. Прямо выбирали. Не улегали, а выбирали. Значит, и это было тогда, отозвать можно было легко. Собрали собрание, то есть, вызывали депутатов тысячами. В позднее советское время это просто не было. Потому что, вот на порядок, на два порядка скатилось создан. Потому что, чтобы отозвать депутатов выбором по территории, эта партия должна была сильно потрудиться. Заставить прийти и всех догнать. Потому что это невозможно просто. Но там пришел на работу, и ты уже на собрание. Да, и уже на собрание. Все, ребята, все. Для этого даже время уделяю. Все. Великобритательское собрание. И брали, и это звали. Так, после 36-го года это делалось в Европе нового власти. И что же мы тогда, какой образец предложили всем нашим европейским? Парламентский. Парламентский. То есть, тут, конечно, особенно и купликают тоже. Они на старшую брасть. На старшую брасть, значит, мы так сделали как. Так вот, представьте, после этого, значит, мы там ломали дров. Да, эту власть, советскую власть подорвали. Принцип советский, точнее говоря. Значит, перерывочные хозяйства развивать, и мы будем с советским брастью следовать. Нет, мы с китайским. Успешнее может быть. Поэтому я ничего страшного не вижу, потому что они подчеркивают психику. Значит, от крестиции, от того, что было на основе, ошибочное и так далее. То есть, это можно рассматривать как заявление о том, что мы стараемся избежать ошибок, опущенных в европейском союзе. А то, что у них свои ошибки будут, никто не сомневается. Потому что это не просто ошибки, а это действия, тенденции к прихождению, которые мы уже присутствуем. Так, значит, вот реальность и вот отрицание. Поэтому мы тоже теперь знаем, что речь идет об одном и том же качестве. Мы с вами тоже где-то можем как реальность выразить. Это для нас очень важно. Это где-то как отрицание. И даже в нашей обычной жизни зависит от того, какие мы с вами завище решаем. Поэтому, скажем, вот нынешняя оппозиция выходит, люди говорят, все время против, 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 против. В чем отрицание-то? А можно узнать, вы за что? А за что всегда звучит слабее? Я против Путина, потому что я хочу, значит, утвердить власть, так сказать, прямо американцев, прошепку, условно говоря. Это что, вы, что ли, будете? Ну, еще ребята, нет, мы уже это проходили. Наш народ поймался, народ поймался. Мы против Горбачева, он такое делал, мы против, против. Ну, ельц мы получили. И чего? Франция большая. Как-то потом, говорят, так а вы что против-то? Это с одной стороны. С другой стороны, если не изучают нам геологию, они только вот в одной форме берут, либо как отрицание, либо как реальность. Так а вы не забывайте о том, что качество, оно и с этой стороны. Нужно рассматривать и сын. Хорошо, значит, реальность. Это бытие или чистое бытие, или нет? Я скажу, что это чистое бытие, или нет? Это реальность. Но уже не чистое, согласитесь. А это бытие с определенностью. Потому что реальность, это что, прийти к реальности. Да-да-да, абсолютно точно. Поэтому мы это зафиксировали, что реальность, это бытие с определенностью. Это само на личное бытие получается. А отрицание, это что, ничто? Вопрос к залу. Можно сказать, что отрицание, это ничто? Нет, нельзя. Нельзя сказать. Каждое бытие. Тоже бытие уже есть. Значит, это само на личное бытие. И поэтому мы это говорим, что мы качество изолировали, конечно. Мы говорим, что он не отделился, он еще не отделился, никогда уже не делится. На самом деле, мы когда рассматриваем реальность отрицания, выясняется, что это само на личное бытие. Каждый день. Значит, снимается разница между определенностью, по качеству отрицательности, и на личное бытие. И мы получаем. Мы-то думали, что мы вытащили определенность, и она вот там сама, ну ничего, вы хотели ее убежать, а она опять была. Потому что она из-за оттуда, она из-за, и она все исходила. Мы получили определенное на личное бытие. Как мы назовем определенное на личное бытие? Давайте имя. Так и назовем. Итак, пункт первого на личное бытие. Мы не можем сказать, что оно определенное. Качественное на личное бытие. Нет. Нечто. 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 О, это не нечто. Ну что же вы хотели сказать, что в нем что-то есть. Определенное на личное бытие. Это нечто. Итак, мы начались на личное бытие. Первым, непосредственно. Могли сказать о нем, что оно определенное? Нет, мы могли. Мне определенность никакого не знали. Мы там раскопали не бытие. Потом определенность. Потом стали осматривать определенное само по себе. И оказалось, у нас пропало на личное бытие. И когда мы убедились, что на самом деле, когда мы качество вытащили из наличного бытия, мы тем самым поставили единственное, потому что из-за него, значит, с ним связано, и отрицание, и реальность, это все на личное бытие, значит, и качество, и определенность. То есть, значит, снова погружаются в наличное бытие, снимаются радость между ними. И вот только тогда получаем определенное наличное бытие или личное. Или личное. А что мы о личное можем сказать? Что оно есть. Как вы считаете, это все, что мы можем сказать? Вот знаю историю этой женщины. Или мы еще что-то о нем уже можем сказать? Рассматривать то, что... А ну, конечно, есть, это правильно сказали. А можно на шаг назад вернуться? Хорошо, давайте. Хотелось бы еще у вас понять, как мы пришли к нечему. То есть, это... Мы вернулись в связь к на личное бытие? То есть, это по сути... Нет, мы вернулись. Ну, не то, что, мы правильно говорим, вернулись. Но как вернулись? Мы стали вас... Мы всегда делали... Сейчас метод один. Рассматриваем то, что есть. Рассматриваем с реальностью и говорим, что это само новичное бытие. Потому что это не просто бытие, а бытие сопределенности. То есть, у нас возникает термин какой-то, да? Ну, определенно. И из этого термина возникает уже следующее. Да. Причем он возникает, потому что мы рассматриваем. И вот... Ну, если выяснять почему... Потому что, когда мы пришли к понятию бытия, как может прийти? Ну, я так сказать... Все более конкретные категории, более содержательные, от них абстрагировались. То есть, от них отталкивались. И связь тем самым зафиксировалась со всеми категориями. В этом чистом бытие заложено все. Весь категориальный аппарат. И рассматриваем и снова как мы... Потому что мы получили таким образом. Абстрагировали от всего. Чтобы получить детей. То есть, тем самым мы сохранили связь со всеми. И вот эта сейчас связь... Откуда, говорит, это порождается? Откуда все это выскакивает? Мы надо обратный ход делать. Вот это и есть удачный выбор начала. Начало, которое есть в себе. Вся система. В себе. Мы еще не дошли до себя и положили. Пойдем. В себе это и положено. То, что уже, так сказать, стало результатом движения собственного. Пока стало результатом собственного движения, у нас только новичное бытие. И нечто уже стало. В этом смысле. Так. Илья, понятно, как пришли к нечтям? И вот, другие, неважно там же объяснение, разъяснение того, что это внутри себя бытие. Потому что нечто, значит, содержание какое-то снятое. Смотрите, как много у них всего. Внутри себя бытие. Там уже есть чего-то. Дровность, качество. Да. Это первое отрицание, отрицание. У нас было отрицание? Было? Было. А сейчас мы с вами имеем нечто. Это опять вроде как бытие. Значит, отрицание, отрицание, получили убеждение. Нечто. Потому что первое, что здесь бросается, что это бытие. Вот этот, поэтому говорит, что нечто, это первое отрицание, отрицание. Первое. Там дальше будет тоже, а вот это первое отрицание, отрицание. Потому что ничего не было отрицательного. Нечто, бежал куда-то всего-то. А отрицание, конечно, это. Сыночек, ничто. Вот оно отрицает. То есть на нем уже много чего говорит. Внутри себя бытие, первое отрицание отрицания. Есть в себе и сновление, он говорит так же. Но надо же взять то, что есть в себе, и то, что положено. То есть там азиатом собственного движения. Поэтому еще, становление нечто, не верим, и его увидим потом. И потом. Ну, я думаю, что мы с вами программу сегодня выполнили хорошо. Значит, что мы делаем? Например, читаем. Читаем так, этот обзор идет. Я бы сказал, обзор идет. Потому что, ну, вот тебе что-то, листаем, да? Мы пытаться понять, так сказать, не говорим. А вот то, что мы с вами прошли, надо пытаться понять. То есть, что значит понять? Вы здесь понятие проговорить. И в следующий раз мы начнем опять вот это движение. До куда дойдем? До нечто, я идти. Ну, мы нечто раз посмотрим. То есть читаем до нечто? Да. Не читаем, а вот я бы сказал, вот так вот. Пытаемся понять. Пройти. Пройти. Проходим до нечто. А читаем прямо, куда посчитаете, его посчитаете. Дело хорошее. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова